здравствуйте уважаемые зрители вы на канале рыбак 87 моя жизнь рыбалка мой новый выпуск снятый у жигулевской газ на саратовском водохранилище получился очень богатым на события рыбалка проходила в достаточно опасном месте на тонком льду реки волга где я даже немножко умудрился провалиться хотел бы сказать что данный выпуск несет исключительно информационный характер я всех призываю не повторять мои ошибки и ни в коем случае не выходить на тонкий лед также в этом выпуске состоялась встреча с госинспекторами рыбоохраны хочу всем напомнить что некоторые виды рыб например такой вид как судак разрешается брать только от определенного размера в самаре это 40 сантиметров ну а теперь смотрим интереснейшее видео поехали ранее утро выхожу я на лед саратовского водохранилища с целью поймать окуня и судака посмотрите какая красота передо мной жигулевские горы двигаюсь к точке ловли сейчас хочу подойти прям ближе к воде лед вроде бы подо мной крепкий должен быть провалился место провала моего вот шел друзья по льду и провалился в трещина хотя вроде бы лед нормальный но судя по всему была трещина сейчас попробуем пробурить лед посмотрим какой здесь вообще лед как вы видите нормальный то есть попал я судя по всему именно в трещину так что можно идти дальше немножко я промочил ногу сейчас выжму носки и продолжу рыбалку иду бурить я первую лунку где-нибудь вот здесь вот ее за бурю ведь какой толстый лед несмотря на то что стою прям возле воды лед очень неравномерный вот здесь вот он толстый а здесь уже прям совсем тоненькая корочка такой вот неоднородный лед ловить я сегодня буду вот на такую вот без кивковую удочку которая называется салма перч но на самом деле она жесткая позволяет ловите на вибы но и взял с собой коробку с вибами самыми разными в основном размеры здесь 70 и 90 и 80 ки вот сейчас что-нибудь выберу например поставлю вот такую вот приманку которая называется коликана виб 65 размера она у меня самая минимальная с нее я наверное начну сел я на лунку лед нормальный да сейчас промерим глубину какая здесь и халатом практик больше с метров 6 метров а там вот где стоит товарища бур там 8 метров то есть здесь вот идет бровка можно ожидать поклевки есть она рыба по и халату рыбы есть подходов нет там пока тишина вот так пускаешь подходов нет погодка зато сегодня просто супер чуть чистить прям тихо так еще если рыба будет клевать вообще будет огонь а снизу идет рыба тебе ухты подход не остановилась дальше не пошла остановилась можно делать прям большую паузу сейчас конец февраля поэтому до долго часто не дергай паузу лучше увеличивать все нет может быть vip не нравится этот по практику огромное количество подходов видим к приманке товарищ сейчас поставил балансир семерку и вот подход за подходом следует вот была поклевка смотрите какая жирная линия было прям то есть неплохая здрасте показывать показывать могу предъявить еще даже поклевки не ваша сотрудник нет да мне зачем не постольчиком на ней а мелочь как раз таки отпускаем против лимасович пожалуйста и и и и и и дальше поклевки не это посмотри и 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 полиция как вы наверно поняли они искали мелкого судачка которого у меня не было ну и в принципе не могло быть во первых я еще не видел поклевок это раз а во вторых если бы даже я поймал этого маленького судачка я бы его отпустил сейчас я поставил балансир семерку рапола сажусь на лунку подо мной примерно 6 7 метров глубины даже побольше на поглубже метров 8 восемь с половиной их происходит поклевка тут же ничего себе только опустил могли видеть тыкнул есть есть но вот все таки я вымучил конечно рыба не крупная но вот сам факт таких судачков инспекторы рыбоохраны сегодня приходили проверять поэтому естественно я его аккуратненько отпускаю в лунку давай уплыл судачок все с ним отлично но я продолжаю ловлю может быть и покрупнее выйдет рыба еще поклевка ничего себе выход но опять очень маленький судачок друзья еще мельче естественно аккуратненько его отпускаю назад какой резвый уплыл ну что друзья судак совершенно не клюет а если клюет то совсем стекляшки но и сейчас пришла у меня такая мысль попробовать половить окуня на безмотылку достаю я уже знакомую возможно вам удочку на нее я ловил на жигулевском море под городом тольятти кто не смотрел вот здесь вот наверху в подсказках выпуск об этой рыбалке на эту удочку сейчас я вышел на более маленькую глубину подо мной примерно три четыре четыре с половиной три с половиной метра ну и здесь должен присутствовать окушок у меня гирлянда из трех мормышек нижний черт вторая такая вот яркая кислотного цвета уралка и третья это маленькая мушка на эту снасть отлично ловится окунь также на жигулевском море клевала и хорошая крупная платва но здесь я думаю основная рыба будет окунь смотрите какая красота выглядывает солнышко пробивается из-за облаков и просто потрясающая картина может быть со сменой погоды активизируется рыба сел я сейчас вот на новую лунку и начинаю классическую окуневую достаточно быструю высокочастотную игру есть поклевочка произошла окунёк с новой лунки взял на верхнюю мормышку еще раз сейчас попробую тут же была поклевка прям только начал отрывать есть и вот сейчас друзья рыбы покрупнее ох ты какой хороший окушок прям грамм на 200 снова быстро опускаю ко дну и тут же поклевка происходит вот на вторую мормышку взял очередной окушок на кислотную такую вот урал очку быстро быстро ко дну между тем поскрипывает лед буквально в пяти метрах от меня шуга которая плывет весна прям чувствуется уже поклевка снова теперь на чертика взял отличный окушок смотрите друзья какая красота на фоне жигулевских гор и быстро быстро опускаю назад начинаю проводку и тут же тут же он взял вот на верхнюю окушочек в обед конечно клёв улучшился перехожу на новую лунку смотрите уважаемые зрители вода все ближе и ближе подступая сказывается теплая погода сейчас где-то в районе 0 градусов и лед тает можно сказать на глазах начиная проводку в новой лунке и происходит поклевка и окушок забился на чертик он взял вот такой отличный окунь смотрите как он его проглотил он полностью съел черта достаточно высоко взял на верхнюю то есть охотиться в верхних слоях воды окушок поклевка начал приподнимать от 1 и окушок взял на верхнюю мормышку опять хулиганит красавец и вот посмотрите друзья иду и прямо передо мной огромная трещина примерно в такую же трещину я утром угодил шел с утра снег и вот я ее не заметил с одного удара легко пробивается нужно быть предельно аккуратным на льду рядом с жигулевской гэс тем временем новая лунка у меня сместился я чуть ближе к берегу хотя глубина здесь также нормальная где-то три с половиной четыре метра первая проводка на новой лунке есть хороший загиб и что здесь у нас о друзья вы видите кто судачок попался небольшой взял на чертика вот на черта самая разная рыба клюет конечно же такого судачка я отпускаю и быстро опускаю снова мормышки стучу по дну и начинаю проводку достаточно быстро играю и есть загнул хорошо и снова судачок ну прям судаковое место смотрите взял на безмотылку на маленькую мушку ну вот нравится судя по всему ему моя гирлянда клюет и на черта и на безмотылку ну такой идет конечно же подрастать давай в лунку в лунку в лунку молодец пока уплыл снова смещаюсь и посмотрите какие трещины вот раз вот два все нормально перешагнул и сел на новую лунку стучу по дну стандартная процедура и начинаю проводку есть прям сразу же взяло что-то как-то нестандартно сопротивляется что за рыба ты здесь вот-вот смотрите друзья возможно кто-то узнал а кто не узнал эта рыба называется елец сейчас посмотрим что еще живет в этой лунке быстро играю и и вот есть что-то клюнуло и это что-то снова судачок третьего судачка ловлю я на безмотылку сейчас на верхнюю взял небольшую мушечку судачок сейчас я его отпущу конечно же иди друг давай давай ушел пока надо сказать отлично работает безмотылка в глухозиме вот есть пока я рассказывал очередная поклевка и очередной судачок попался небольшой на черта взял вот смотрите черт сейчас я его отпущу давай иди же и ушел судачок лучшая тактика для глухозиме это постоянный поиск вот сейчас у меня очередная лунка есть взял окушок такой не слишком крупный попался окунь поэтому отпущу я его и и быстро опуская свою гирлянду из безмотылок ко дну стучу по дну хорошо загнул и вот этот уже крупнее предыдущего грамм на 100 можно забрать быстро опускаю назад начинает проводку не дал начать проводку стучал по дну он клюнул есть друзья опять стучал по дну и он их какой прекрасный со дна можно сказать взял на чертика судя по всему стайка подошла надо не мешкать быстрее опускать начал только приподнимать на дна и он клюнул опять хороший окушок теперь взял на вторую кислотную мормышку уралку начал прям холодать руки замерзает не так много времени осталось скоро начнет темнеть ну что друзья окуня я мне кажется сегодня достаточно поймал сейчас я продемонстрирую улов из окуней как мне кажется для глухозимия отличный улов вот десятка два два с половиной окушков в диапазоне 100 200 грамм ну а на этом выпуск с жигулевской ГЭС подходит к концу если он вам понравился ставьте лайки подписывайтесь на мой канал рыбак 87 моя жизнь рыбалка и уже через неделю вас ждет мой новый отличный выпуск до свидания друзья до скорых встреч до свидания а